Диалог Александр Сергеевич Зенченко Рады видеть вас Разрешите нам от всего нашего коллектива Я уверена от лица наших телезрителей Поздравить и присоединиться К тем многочисленным поздравлениям Которые вероятно вы сегодня получаете Спасибо Александр, что вы лично чувствуете сегодня В ваш такой значимый праздник Когда вы стояли у истоков Создания театра танца На самом деле этот день Для меня наверное волнительнее Чем собственный день рождения Для меня всегда это Момент воспоминаний И момент, когда мне хочется смотреть В будущее И понимать, к чему же это все придет Потому что когда я только приехал в город Мозырь 22 года назад Когда хотел создать коллектив Для меня это была Первая такая цель Создать коллектив современного танца Которого еще нет в городе И эта ступенька прошла Дальше была ступенька Создать еще, 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 еще И вот практически каждый год Для меня это какая-то новая ступенька Я надеюсь, что эта ступенька Будет достаточно быстрая наверх Давайте напомним нашим телезрителям С чего начиналась история Вашего танцевального коллектива Тогда, в далеком 99-м Когда вы молодой, амбициозный Безмерно талантливый Приехали в Мозырь Ну я и сейчас молодой Амбициозный Это бесспорно Вот, ну да На самом деле То есть я отучившись в Минске Так как здесь живут мои родители Естественно Было принято решение Вернуться сюда Потому что я, честно говоря Не любитель больших городов И как-то мне уютнее здесь, дома Да, то есть для меня Этот дом, это первостепенное Поэтому вернувшись в Мозырь Я решил создать коллектив Ну, честно говоря Я не знал, что это все перерастет В то, что мы имеем сейчас Конечно, на то время были планы поменьше Менее амбициозные, нежели сейчас Но у меня получилось То есть я собрал людей Я провел на то время Такой отбор Хотя на то время Уже я, вернувшись из Минска Называл это кастинг Танцоров То есть это было около 30, наверное Пяти танцоров Которые пришли И которые начали заниматься И развиваться И буквально через Вот февраль, март И два месяца прошло И мы впервые вышли на сцену То есть уже с первым номером Мы вышли на сцену Но, наверное, мне повезло Потому что пришли ребята Которые уже имели Какой-то опыт танцевания Вот И мне легко было с ними работать И вот с этого момента Как бы началась Вот история нашего коллектива Были ли какие-то трудности С которыми вы сталкивались Вот в процессе начала работы? Ну, на самом деле Вы знаете Ну, говорить Когда ты чего-то очень сильно хочешь И говорить о каких-то трудностях Наверное, нет смысла И я считаю, что это неправильно Потому что Если ты очень сильно хочешь этого То все будет вокруг способствовать Чтобы у тебя все это получилось Поэтому Я когда еще и молодой Бесстрашный Амбициозный То есть там вообще Ни на что не обращаешь внимания Вот просто вот Вперед Как поезд на баррикады Да Ну, то есть Ну, в первое время не было Не было никаких проблем На самом деле Ну, вот за свою Ну, 22-летнюю историю В принципе, она достаточно, наверное Активная Яркая Вы посетили множество стран Со своими танцорами Да Что в целом Дают вот ребятам Такие выезды Что они приобретают? Ну, на самом деле Я вам хочу сказать Что любая поездка Ну, даже вот Если так говорить Абстрагироваться там От моего творчества Да Даже вот для вас Да То есть Выехать в какой-то город Это уже Переключение внимания Это какие-то новые эмоции Правильно? Потому что Как это так правильно сказать И правильно выразиться Потому что Все, что Допустим Зритель видит на сцене Вот в эти три минуты Да То есть Хареографического номера То есть Для них это все легко Все понятно Доступно Весело Там Ярко А какой огромный труд Лежит за вот этими Тремя минутами То есть Может быть Ну, кто-то даже Не задумывается об этом А на самом деле Это достаточно Рутинный труд Потому что Когда повторяешь Одно и то же движение Там Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь, восемь И так В течение всего Тренировочного процесса То, конечно же Наступает тот момент Когда Ну, все вокруг надоедает Вот И поэтому Любая поездка Ну, естественно Поездка куда-то в Европу Там, да За границу Как вы там Спрашивали Да То есть Это, конечно, еще двойное Это есть процесс обучения То есть Мы узнаем другую страну Мы узнаем другую культуру И очень много Хореографических композиций У меня появлялась Именно благодаря Поездкам в Европу У нас даже была Такая программа Лет семь назад Когда мы собрали Стилизованные танцы мира Мира, да То есть У нас была полуторачасовая программа Это порядка 25 Ну, да По-моему, 25 До 26 номеров Было Вот именно Из стран В которых мы побывали Там Польша Германия Словакия Словения Румыния Что еще Венгрия Россия Украина То есть Вот эти все страны Присутствовали И мы это делали И, соответственно, ребята Когда окунувшись В то В ту страну Они Понимали Что я от них хочу Да То есть Какую эмоцию Какой характер Какой внешний вид Нужно было создать на сцене Для того, чтобы Эта композиция Была интересна для зрителя Ну, и, понятно Там, фестивали Это все процесс обучения Потому что Лучшие мастер-классы Это то, что ты видишь И то, что ты ощущаешь Своими глазами И там Своими руками И своими ногами В нашем случае Как у танцоров Вот множество стран Множество фестивалей Конкурсов Естественно Призы Награды Дипломы Признания Вот за 22 года Какая для вас Самая значимая Награда Ну, как вам сказать То есть На самом деле Я вам хочу сказать Что любая победа Даже любое участие В любом фестивале То есть Это для нас значимо Почему? Потому что Это есть какой-то период Это какой-то этап Нашего творческого развития Неважно Победное это Или непобедное было выступление Почему? Потому что Ну, выступление на конкурсах Это Это случайность На самом деле То есть Когда ты не ожидаешь Что может произойти там То есть Какое настроение Там, не знаю Ретроград на Меркурии То есть Звезды сошлись Не сошлись Да Так вот бывает Вот на самом деле И поэтому Ну, говорить о том Что что-то там Более приоритетно Что-то важно Что-то неважно Ну, это неправильно По крайней мере Потому что Это В этих конкурсах Участвуют разные дети И разные Ну, разные подростки Разные люди И сказать Что вот этот фестиваль Мне понравился больше Вот А этот понравился меньше Да То есть Это означает Что может быть Каким-то образом Может быть Даже не желая Этого Можно обидеть тех людей Которые участвовали Там в конкурсе Которые нравятся меньше Но Могу Ну, так вот С уверенностью Наверное сказать Что Самый Наверное Самая главная Самая важная победа Их было Очень много В нашей Творческой жизни Это была первая Первая победа На фестивале Вот мы выехали И мы первый раз Это, по-моему, даже Спустя три месяца После того Как мы начали тренироваться Был номер Ночные жители Такой И мы его вывезли В первый раз На фестиваль В Минск И заняли там Первое место Представляете Вот, да То есть На начальном этапе Естественно Денег нет Костюмов нет То есть Искали, что могли Кто что Где нашел То есть Что одел Там примерно Чтобы выглядели одинаково И мы приехали А там уже такие Профессиональные Там Ух И одеты И кроссовочки И маечки И мы приехали В таких штанишках Босиком И мы взяли первое место Вот, наверное Вот это было Самое важное Я плакал Да Вот именно На этом фестивале Наверное Первый раз У меня Пробило на слезу Потому что Я понимал Да То есть Какая здесь Конкуренция И что мы сделали За этот маленький Короткий промежуток Времени И чего мы Что может быть С нашим коллективом В будущем Если мы начинаем так Александр Вот сегодня Вы руководите Не просто театром танца Но развиваетесь В различных направлениях Искусства Вот когда В какой момент Вашего творчества Созрела вот мысль Что пора выходить За рамки Направления танцевальных Ну и Я вас понимаю Вы знаете На самом деле Почему мы называемся Театр Танца Потому что Существует Ансамбль Коллектив Кружок И так далее Почему мы называемся Театром танца Потому что На самом деле Наступил тот самый момент Когда Ты понимаешь Что Просто танца На сцене мало Ну его действительно Мало Да То есть Ну да Вот есть движение Вот есть музыка То есть И мне хотелось А мне хотелось Создавать шоу Вот с этим Я и приехал В город Мозырь Да То есть Мне не хотелось Создавать просто танцы Не хотелось Создавать шоу И соответственно Я начал искать Те Пути Каким образом Можно развить Вот эту танцевальную культуру Вплести в нее Там Вокал Вплести в нее Там акробатические Какие-то моменты Да То есть Какие-то театральные моменты Костюмированные Декорации Да То есть Какой-то реквизит Для того Чтобы на сцене Это смотрелось Ну таким Театральным Может быть Более театральным Представлением Нежели просто танцевальным Тем более Вот если я вам задам Сейчас вопрос Вот вам Что больше понравится Просто танец Хотя Ну Танец танцу рознь Мы прекрасно понимаем Потому что Может быть и просто танец Но он может быть Просто фееричный И От него невозможно Оторвать взгляд Вот Танец Либо Интересное Синтезированное шоу Где есть вокал И театр И реквизиты И декорации И хореография Что бы вам понравилось больше Ну если с точки зрения масштабности То наверное Вот второе Да Потому что Ну мы Люди которые приходят на Наши концерты На наши мероприятия Они ждут уже от вас шоу Они хотят видеть Визуально красивую Ну красивую Яркую картинку Что на сцене Происходит вот действительно Какое-то шоу Какое-то действие Поэтому мы начали Привлекать в свою команду Людей Которые этим занимаются Да То есть Там Татьяна Рогальская Которая работает с нами Как вокалист Да То есть Музыканты Там мы начинали Там с Димой Эксли Да Галинка Который нам Когда-то делал музыку Да То есть мы начинали Вот Мы привлекали Мы привлекали людей Которые занимаются Акробатикой Там Илона Кузубова Такая вот У нее сейчас Прекрасная студия То есть вот мы Вовлекали людей В это И получали Классное шоу На сцене Может быть Это и привлекло Больше внимания К нашему коллективу Нежели просто Как к танцевальному коллективу У нас есть звонки От наших телезрителей Я зачитаю поздравления Ирина К нам дозвонилась Она поздравляет Алексиса Его руководителя С днем рождения И передает Самые теплые пожелания Креатива Яркости Больше вдохновения И новых номеров Спасибо Александр Давно слежу Продолжаю дальше Давно слежу за вашей карьерой И стараюсь не пропускать Все концерты Алексиса В городе У меня вопрос такой Как вам удается держать себя В такой отличной форме А именно похудеть И возмужать Спасибо Вадим Это Вадим Вадим прямо Это уже Вадим отметил Вашу форму Да На самом деле Я вам хочу сказать Что Когда ты находишься Вот в какой-то гонке Зачем-то А я могу вам сказать Откровенно Что последние Наверное С десяток лет Я был в какой-то гонке Зачем-то Вот И естественно Эта гонка Зачем-то Приводила меня В В такое Стрессовое состояние Когда Не совсем Начинаешь контролировать Все происходящее Вокруг То есть Соответственно Ты перестаешь следить За собой Это однозначно Я могу сказать Да И откровенно Я этого не стесняюсь То есть Ты начинаешь Просто есть все Что попало И сколько угодно Да И когда угодно Вот То есть И соответственно Вот это Такое Легкое Состояние Там Депрессии То есть Оно Вот Сделало так Что я Потерял форму Может быть Какие-то Знаете Когда Становишься старше Может быть Возникают Какие-то Такие моменты Опять же Этого не стесняюсь Какой-то ревности Может быть К молодым Да То есть Ты уже Начинаешь думать Что Может быть Я что-то Не так делаю Может быть Что-то Где-то Там Мне Кому-то Что-то Не нравится Как это сделать Опять Вводишь Тем более Публичное Личное Состояние Стресса Но Вот Как бы это Сейчас Не звучало Там Грубо Но Вот этот Период Пандемии Вот На самом деле Помог мне Очень многое Переосмыслить Понять Что я делаю Как я делаю Для чего я делаю И Какую роль В этом Играю я То есть Я понимал Что Я Ну Я Не Не могу Позволить Себе Там Плохо Выглядеть Там Или Там Давать Пример Там Своим Подопечным Своим Коллегам Что Не стоит Делать Может быть Да То есть Я Принял Для себя Решение Что Я хочу Изменить То есть Я поменял Свой Вектор Внимания Вот Которое Сейчас Мне Позволяет Вот Возвращаться Даже На сцену Александр Мы Прервемся На небольшую Рекламную Паузу Далее Продолжим Нашу беседу Важаемые телезрители Вы смотрите Программу Диалог В прямом эфире Сегодня у нас в гостях Руководитель Театра танца Алексис Александр Зенченко Присоединяйтесь К нашей беседе Номера телефонов Вы видите На своих экранах Александр Продолжим Нашу беседу У нас активно Поступают Звонки От наших телезрителей Я некоторые Из них Озвучу Ваша команда Это звонок От Анны Ваша команда Одной из первых Присоединилась К социальному проекту Надень уже Эту маску Такая социальная ответственность Перед собой И обществом Это зов сердца Или дань Всеобщей моде Я вам хочу сказать Что Может быть До недавнего времени Может быть Я и поступил бы Там Как дань моде Но С течением жизни И обстоятельства Которые там Коснулись непосредственно Меня и мою семью Вот Не позволяют мне сказать Что это дань моде Да Потому что На самом деле Я Один из первых Коллективов В городе Который отказался От всех Своих корпоративно-социальных Проектов То есть Я перестал проводить Какие-то корпоративные Вечеринки Для детей Я практически Отказался От концертов Почему? Потому что Я прекрасно понимаю Что та ситуация Которая сейчас есть Вот Может быть Может быть В какой-то степени Она и выглядит Как-то Не совсем Стандартно Да В нашем понимании Но я Вижу Всю Проблему Этого Этого Вируса Этой пандемии Лично Допустим На себе На своем коллективе Когда У тебя есть планы А у тебя Каждое занятие Кто-то уходит Кого-то закрывает На карантин У кого-то родители У кого-то то И честно говоря Для меня Очень важно Не Ну Я не хочу Брать на себя Ответственность За то Кто там Может стать Следующим Заболевшим Да То есть Для меня Это Для меня Это принципиально Да То есть И мы закупили маски Во все наши студии То есть Любой Там родитель Если он забывает маску Он приходит И Наш администратор Выдаст маску Для того чтобы Обезопасить И его И себя И тех детей Которые находятся Рядом с нами То есть для нас Безопасность Это превыше всего В первую очередь Поэтому это Никакая не дань моде Это Внутреннее состояние И зов Который я должен Передать своим Ребятам Ну вот до рекламной паузы Мы с вами говорили о том Что театр в какой-то момент Начал расширяться В своей деятельности Были ли какие-то проблемы С которыми вы столкнулись Вот при этом Расширении направления Педагоги Помещения Да В этом Ну Здесь вот как раз-то В этот момент Могу сказать Что если в самом начале На начальном этапе Там эти проблемы Не замечались Потому что Ты пер как паровоз На пролом То в данном случае Когда мы становимся Когда переходишь В формат масштабирования И расширения То есть ты начинаешь Уже немножечко По-другому мыслить У тебя появляется Другая ответственность Другая сознательность К тому что происходит Вокруг И ответственность Перед людьми С которыми ты Начинаешь работать Поэтому Естественно возникают И они до сих пор Эти есть проблемы К сожалению Мы живем там В маленьком городе Где нет Там возможности Допустим Той же аренды Больших помещений За небольшую сумму Потому что Ну вы понимаете Для хореографического Допустим коллектива Нужны залы От ста там Квадратных метров Это при самом Ну нехорошем Раскладе Раскладе Да потому что Это маленькие Маленькие помещения Тем более сейчас В этот период Когда расстояние Между друг другом Должно быть Минимум полтора метра Да то есть Очень сложно найти Соответственно И работа И подбор педагогов Потому что у нас Люди Вот которые Мне повезло Потому что Ту команду педагогов С которой я сейчас работаю Мне повезло Их вырастить И они остались здесь Вот А допустим Кого привлечь То есть я бы с радостью Я приглашаю Там если можно Я вас пользуюсь Там приходите Там пишите мне В социальных сетях Звоните Если у вас есть Какие-то интересные идеи Я с радостью С вами пообщаюсь Очень сложно Найти педагогов Очень сложно Найти помещение Залы для того Чтобы это работать Ну потому что Все-таки Ну это Достаточно Дорого И затратно Ну вот кстати О педагогах Ведь многие из них Можно сказать Что вы их сами И вырастили Да Не можно сказать Так оно и есть Может давайте Мы расскажем О педагогах В вашей студии Так и есть Да Вот на самом деле Я говорю Сегодня с утра Вот мы вчера Сделали фотосессию Наших педагогов Мы давно Не делали никаких фотосессий У нас такая получилась Очень уютная Очень крутая Очень классная Фотосессия такая В спортивных костюмах Ну таких Ну таких Приятных цветов И я вот Вчера Поймал себя на мысли Как же я горжусь тем Что Рядом со мной Эти люди Да То есть Они Пришли ко мне Когда еще были Совсем маленькими На самом деле Маленькими А сейчас Мы с ними Работаем на Равне Там Ника Муравьева Там Виталия Муженко Вот сейчас Там у нас Снова педагог Лада Куземка Которая вот Только-только Вот там Выпустилась Там Она вот Год с лишним Работает В качестве педагога Вот Это круто Это на самом деле Круто Почему Потому что Потому что Эти ребята Они Прошли Эту школу И они Понимают Все это Изнутри Потому что Люди Которые Приходят К нам Новые То есть У них Другой Формат Мышления У них Немножко Другой Подход К образованию Да То есть Я вижу Немножко По-иному Что должно Происходить Во время Занятий Я Немножко Вижу По-иному Что должно Происходить На сцене За сценой Во время Выступлений И то есть Вот эти Все моменты Которые я давал Своим ребятам Будущим педагогам Вот они Сейчас это Переносят На своих детей И это Ну это Классно На самом деле Это очень Очень классно И Круто Когда Люди Которые К нам Пристраиваются То есть Они быстро Вникают В то Что мы Хотим Показать Вот Донести Там До родителей До зрителей И Они тогда Быстрее Намного Интереснее И Эффективнее Вливаются В нашу Команду Я хочу 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 Чтобы Вот еще Больше Ребят Росли 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 Оставались Но К сожалению Видите Все уезжают В большие города Никто Не хочет Оставаться В нашем Маленьком Но очень Уютном На их смену Приходят Новые Талантливые Которые Тоже Желают Расти Вместе С вами Да Я надеюсь Что так и будет Я надеюсь Я просто надеюсь Обязательно Так и будет Сложно ли стать Артистом Основного состава Театра Алексис Есть такая Очень крутая Фраза Игоря Месеева Художественного Руководителя Российского Ансамбля Танца Он говорил Что Сначала чувства А потом ноги Да То есть Вот эта фраза Она на самом деле Очень-очень-очень Отражает Мое понимание Того Что должно Происходить На сцене То есть Вся моя хореография Кто вот смотрит За там Работой Моей На сцене То есть Он видит Что Я в первую очередь Приветствую на сцене Эмоцию Я в первую очередь Приветствую на сцене Человека Да То есть Который хочет поделиться Чем-то А не Определенным набором Движений Да Определенному набору Движений Можно научиться И этому можно научиться Любой Абсолютно Любой Человек Да А вот Эмоционально Это уже немножечко Сложнее Да То есть Люди разные Люди абсолютно В разных сферах Жили Работали В разных семьях Воспитывались И Вот с этим Немножко Немножко сложнее Поэтому Я всегда говорю Если Ой Извините Вот Если Все-таки Есть у человека Желание И Появятся возможности Но почему-то Все очень стесняются Приходить ко мне В взрослый состав Опять же Воспользуйтесь Моментом Приглашаю Приглашаю Пишите Звоните Если у вас есть Желание Интерес Если взрослый Активный Целеустремленный Веселый Позитивный Коммуникабельный Короче Классный человек Приходите к нам Я думаю Что и вас Мы в том числе Научим Поэтому не надо Этого бояться Хотя может быть Со стороны Это смотрится Что я так не смогу Сможете Точно Ну вот Дайте совет Как опытный Педагог Хореограф Чтобы стать Успешным Танцором Нужно иметь Все-таки Природный Талант Либо Упорство И труд Все перетрут Как говорится Я вам хочу сказать Что и то И то Работает На самом деле В моей практике Работы с моими Детьми Было много Случаев Когда приходили Дети Ну вообще Не подающих Никаких Надежд Но Их упорство Их желание Может быть Доказать себе Что я смогу Приводили к тому Что они становились В топы То есть Они становились Лучшими Из потока Команды Вот И Ну и были Конечно же И талантливые Ребята Но я вам хочу сказать Что С талантливыми Ребятами Немножко сложнее Работать Почему Потому что Они это ощущают Они это чувствуют Что они могут Что им это легче Ловят звезду Нет Ну давайте Уйдем наверное От этой формулировки Каждый из нас В какой-то момент В нашей жизни Где-то ловит звезду И от этого Не избавится Никогда и никак Хотя можно Поэтому с этими ребятами Немножко сложнее работать Потому что Они понимают Что они немножечко Другие Может быть В какой-то степени Особенные И они начинают Расслабляться И вот В этот момент Очень важно Найти С ними Коннект Чтобы Не навредить И не обидеть Их Потому что К ним Особое требование Ребят Вы можете Поэтому хочется Чтобы вы могли Еще больше Еще активнее Работали Для того Чтобы развивать себя И вот Многие там В этот момент Просто сливаются К сожалению Сливаются И Ну уходят Там Из танцев Там Ну при хорошем Раскладе возвращаются Потому что Начинают Скучать Потому что Если уже Занялся Искусством Танцем Акалом Или рисунком То есть В любом случае Тебя будут тянуть Обратно Но это о детях А что Вот родителям Которые Собираются Или вот только Пошли Со своим ребенком В танцевальную школу К чему нужно Быть готовым Родителю Смотрите То есть Ну это такая Достаточно Объемная тема Вы так задали На самом деле Ну существует Множество Различных Подходов Как Как это сделать Так Чтобы все Получилось Но Ну таким Одним Из немаловажных Факторов Которые Я бы хотел Рекомендовать Там Вот своим Родителям Это Не заставлять Да Вот Все там Говорят Что нужно Там Мотивировать 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 У меня К понятию Мотивация Очень двоякое Отношение Почему Потому что Ну С маленькими Детьми Может быть Это не совсем работает Конечно Тут естественно Нужно их подталкивать Чуть-чуть подталкивать Но не заставлять Потому что Дети очень хрупкие Такие Эмоциональное Создание Можно сделать так Что вообще Отбить у ребенка Желание Там Заниматься танцем Вот Просто подталкиваться Помогать Да Да То есть поддерживать Больше хвалить Потому что Есть такие К сожалению Моменты Когда Родители Привели ребенка Отдали Вот и все И все И все И на этом все А то Что ты привел ребенка И после того Как ребенок вышел С занятия Ты должен с ним Пообщаться Похвалить Выслушать Что Может быть Даже вместе с ним И потанцевать То есть Ребенок В первую очередь Первый его зритель Это его родители Вот Вы занимались танцем Девять лет Девять лет То есть вы Когда выходили на сцену Зрители всегда были Со стороны семьи Мамы, бабушки Кто На кого смотрели Родители В первую очередь Не важно Даже если там на сцене 300 тысяч миллионов человек Всегда родитель Найдет своего ребенка На сцене И будет смотреть на него И ребенок это понимает И первый зритель Это его родители И когда Понимаете Когда допустим Вот мы делаем концерт А родители не приходят Ребенок понимает Что Ну Сломалось Что-то сломалось То есть Ну для чего Для кого Для других дядей и тетей Так эти другие дяди и тети Смотрят на своего ребенка То есть И ломается Вот так ломается Эта система И ребенок Ну понимает Что ему становится Неинтересно То есть в первую очередь Когда вы ведете ребенка На занятия В любую студию В вокальную Танцевальную Там не важно Да Вы должны быть Сами в первую очередь Заинтересованы В том Какой результат Будет подавать Ваш ребенок И максимум Хвалить Вот А если говорить Про более старших детей То вот Я вернусь К понятию Мотивация Да Почему для меня Это двояко Я понимаю Что любого человека Нужно мотивировать Там что-то делать Да Что-то делать Но с другой стороны Вот Есть вторая сторона Медали Которой я наверное Больше начинаю склоняться Что Если человек хочет То ему не нужна Мотивация Если человек хочет спать Вы идете спать Вас же не нужно Мотивировать Идти спать Или кушать Да Вас же не нужно Мотивировать Идти кушать Да Или там Извините За такую банальность Да Если ты хочешь В туалет Тебя же не нужно Мотивировать Ты хочешь Ты это делаешь Вот Единственное что В таких жизненных моментах Про которые я сейчас Перечислил Ты получаешь Взамен результат Да То есть Ты понимаешь Что Я люблю спать Потому что Во время сна Я там отдыхаю Мне снят сны Мне классно Я люблю Вкусно покушать Да То есть Вот здесь Не нужна эта мотивация Или я там Сходил в туалет Мне стало легче Вот То есть Вот это То понятие Когда если человек Действительно хочет Ему не нужна мотивация А если ты Не хочешь То тогда Может быть Есть смысл Ну Не заниматься этим Поискать себе Другой момент Может быть Ты свою жизнь Сейчас немножко Не в то русло Направляешь Вот Кстати Почему я говорю Что вот это Вот я склонен Ко второй части Буквально на днях Посмотрел мультфильм Душа Вот я рекомендую Всем посмотреть Мультфильм Такой для семейного Просмотра Очень добрый Очень крутой Классно сделанный Мультфильм Вот в котором Все это на самом деле Описано И если правильно Его впустить в себя Этот мультфильм То многие моменты На самом деле Начинаешь понимать Что Что есть мотивация И что есть Твоя цель Предназначение Твоего этой жизни И так далее То есть вот где-то так Много да Сказал да Все прекрасно Если говорить О предназначении То многие считают Что вот танцы Это девчачьи Такое занятие А мальчиков Нужно в спорт Отдавать Вот давайте Провергнем Вот это Я Я же в танцах Вы в танцах Нет на самом деле Вам в Алексис Нужны мальчишки Постоянно Нам нужны мальчишки Но опять же говорю Смотрите да То есть вот Как все это происходит Да Допустим Когда приезжаешь В Минск Вот Ты видишь Ну конечно Не настолько большое количество Как хотелось бы Да Видеть мальчиков Но их достаточно много Вот Там приезжаешь В Гоми В большие города То есть там Это все В маленьком городе Есть какая-то Специфика Города Разделение Наш город Он такой Больше Знаете Он больше Спортивный Чем вот Славится наш город Гребля То есть там Я не знаю Волейбол Там Какие-то Восточные единоборства Карате И так далее Что у нас еще Много чего У нас есть Спортивного Большинство ребят Они все-таки Идут в спорт Потому что Маленький город И соответственно Вот мой там Друг пошел На байдарке На лодочках кататься Пойду я И вот Таким вот образом Все это происходит И поэтому У нас большая часть Все-таки Это девочки танцующие Хотя Есть у нас И пару ребят Классных ребят Которые Могут Конкретно доказать Что Мужчина на сцене Это очень круто И Моя Моя тенденция Такая Что Мужчина На сцене Это Просто Космос Да Потому что Ну Это Залог успеха Шоу К нам В Мозе Приезжало Питерское шоу Под дождем Где работали Одни мужчины Абсолютный Аншлаг Абсолютный Аншлаг Вот Все То есть Вот вам показатель Что Хочется видеть Мужчин на сцене Мужчин Ну Мальчиков Конечно Мальчики растут Но В конечном итоге Мужчина на сцене Это прекрасно Вопросы от наших телезрителей Я озвучу Вы очень активны В последние месяцы В социальных сетях Как человек публичный Чувствуете какую-то Ответственность За те мысли И посылы Которые передаете В массу Вопрос от Елены Смотрите Что касается Допустим Социальных сетей Мое участие В социальных сетях Это Это мое Личное Внутреннее Как бы Состояние И То что я там Пишу Это наверное Все таки Ну Это как дневник Как блог Ну я не знаю Блогером я себя назвать Конечно не могу Это такое как блог Да То есть Мое видение ситуации Мое видение Там Людей И так далее То есть Я описываю это Это в первую очередь Не для того Чтобы вызвать Какой-то резонанс Вот Хотя Там Последние темы Там иногда Вызывали Такой некий Резонанс То есть Для меня интересно Почему так происходит В этой жизни Вот Я может быть В какой-то степени В каких-то моментах Даже и Провоцирую Да Может быть Но я могу С уверенностью сказать Что все темы Которые я Затрагиваю Они никаким образом Ну не могут Там Навредить То есть Это Такие Ну более Там То есть Вот то Что мне хотелось бы Чтобы там Допустим Мои подписчики Там даже дети Там и подростки Чтобы они Может быть В какой-то степени Мотивировались И там Допустим На том же примере Когда я говорю Если я могу Это сделать И могу Что-то выполнить Там Или чего-то добиться Значит соответственно Ну ты же не хуже Чем я В какой-то степени Ты лучше меня Потому что У тебя еще есть Возможность Это сделать Сделать И сделать Еще круче Да Там Даже по возрасту Там уже Да Поэтому Ну Ну а с другой стороны Вы знаете Там может быть Грубо прозвучит Но если Кого-то Где-то Там что-то Задевает Можно же Не читать Правильно Я зачитаю Все-таки Вопрос Следующий В 2000-х Видела шоу Музыкант Планируется ли В ближайшее время Что-то подобное Спасибо Анна Абакумова Вы знаете Вот вы сейчас Прямо Забольной Потому что На самом деле Шоу музыкант Это было Вы знаете Это Это была Такая Первая Проба Такого Масштабного Мюзикла У которого Не было Ни денег Ни средств Практически Практически Да Вот Таких Которые должны Были быть Для мюзикла Это было Это было Очень феерично На самом деле Это была Очень крутая Команда Это были Очень крутые Сцены Это была Очень крутая Режиссура Это было Очень круто Подобранные Там Вокальные партии Я говорю Если бы На сегодняшний день Постановщиком Этого шоу Была Ирина Александра Маськова Театр Религион Наш Театр Дворца культуры В котором я работаю Вот Это их была Постановка И я считаю Что если на сегодняшний день Восстановить бы Это шоу С Какими-то Финансовыми Вложениями То это шоу Имело бы Место Это не только Это не только В городе Мозыри Это бы шоу Это бы Мюзикл Я не побоюсь сказать Мюзикл Вызвал бы Интерес И не только В нашей стране Потому что он был Очень круто сделан Очень круто Может есть Смысл Что-то Возобновить Дайте денег Ну на самом деле Вы же понимаете Да Что все вот такие Шоу В которых задействовано Большое количество людей Задействованы Там какие-то Спецэффекты И там Костюмы И реквизиты Декорации Это все Достаточно Дорогостоящие Мероприятия Вот Поэтому Ну а В нынешней ситуации Пока сложно Что-либо говорить Но может быть Александр и Ирина Решат его Восстановить И его сделать И может быть И с нашей помощью Моих артистов И меня Как балетмейстера То я думаю Что это будет Очень круто Следующий вопрос Александр Вас часто приглашают В жюри Различных конкурсов И фестивалей На что в первую очередь Обращаете внимание Когда оцениваете Не своих танцоров Дмитрий Сидает вопрос Смотрите То есть на самом деле Я стараюсь Не оценивать Ну не ездить На фестивали На конкурсы Где участвуют Мои танцоры Хотя Я могу с уверенностью Сказать Со стопроцентной Уверенностью Сказать Что я никогда Не буду завышать Там оценки Своим Ученикам Либо там Занижать Участникам Других коллективов Почему? Потому что для меня Это принципиально важно То есть для меня Мой авторитет Вот именно Как судьи Для меня Это очень важно Понятие Там какая-то Протасовка Результатов Это точно Не ко мне Вот Но я стараюсь Не участвовать В таких фестивалях Где наши Да То есть я еду Как педагог И все Вот Ну а что касается Допустим Моей судейской работы То конечно же Здесь очень много Таких Основополагающих Моментов Да То есть Выигрышности номера Я смотрю на То как Как делается Решение этого номера То есть как он Выстроен Как он построен Что автор Этого произведения Хотел донести И каким образом Он хотел донести То есть Какую лексику Какие Там сцены Он использовал Для того чтобы Раскрыть образ Ну и немаловажно Это все-таки Понимание Возраста Которое Работает Эти шоу Потому что Ну существует Очень большая Полемика Там постоянно Ругань Из-за того Что вот я Я не приемлю Допустим Взрослые танцы На детях Да То есть Когда Это выглядит Вульгарно Лично для меня Да То есть А есть хореографы Которые считают Что ничего в этом нет То есть Ну это нормально Почему нет Да То есть там Или допустим Музыкальный материал Который там То есть Когда там Допустим Сделан на русском Ну там русский трек И в нем Там что-то где-то Бывают такие Проскальзывают Такие нецензурные выражения И там приходится Запикивать Да То есть Все на это обращают Внимание Почему-то Говорят Как ты мог Как ты посмел Ты даже запикал А потом Приезжаешь на конкурс И видишь Там допустим Входят дети Там шестилетние Под Там американский трек В котором Извините за выражение Обычных слов Меньше чем Нецензурных слов И это нормально То есть Для них это нормально Для меня нет Вот То есть Вот эти Понимаю Вот это понятие Для меня тоже очень важны Когда я вижу Людей на сцене Вот И тут Не вопрос в том Насколько там Профессионально Это сделано Детьми Потому что Мы не знаем Во сколько дети Там встали Потому что Вот мы когда Выезжаем на фестиваль Там нам приходится В три утра выезжать Чтобы к восьми утра Успеть на фестиваль Да И вы представляете То есть Это соответственно Ночь потеряна Вот А представьте себя Если вы ночь не спали В каком состоянии вы будете Да То есть Мы приезжаем на фестиваль Первый номер Восемь утра А второй номер Там восемь вечера И мы находимся целый день Вот в этом ожидании То есть В каком состоянии Ребенок выйдет В двадцать часов вечера На сцену Ни в каком Вот Просто ни в каком И говорит что Ну А приезжает допустим Там Минский коллектив Который живет там В соседнем доме Да Естественно он будет выглядеть Выигрышный Но я понимаю И предполагаю Вот эти все моменты Что может произойти С ребенком На сцене И на это В меньшей степени Обращаю внимание Нежели на то Что происходит на сцене Если ребенок кайфует Если ребенку нравится Если ребенок там Открывается Раскрывается Если он там У него горят глаза И идет бешеная энергия Значит это круто Значит педагог Сделал все вот так Есть еще у нас Вопросы от Дарьи Лет десять назад В одном из интервью Вы говорили О слабом развитии Современной танцевальной культуры В Мозыре И в Беларуси В целом Сегодня по вашему Ситуация как-то изменилась Немножко меняется Да Почему Потому что Стало больше возможностей Допустим Вот в город Мозырь Я и мои коллеги Там из других коллективов Которые занимаются Развитием Современной Не только современного танца Вообще танца в целом Начали привозить Других педагогов С других там Городов Или с других стран И естественно Есть возможность Где-то обмена Смотреть информацию Посещать мастер-классы Семинары Вот И это развивает Соответственно Появилось Достаточно большое Количество фестивалей На которые ты можешь поехать И опять же повторюсь Что фестиваль Это не только Показать себя Да То есть Это еще и посмотреть На других И чему-то научиться И хореографу И детям И родителям даже Потому что Когда родители Выезжают на фестивали Они многое Начинают переоценивать По-другому То есть Для большинства Ну 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 Танцы Да и так Миша Вот А те люди Которые Родители Которые попадают на фестиваль Они конечно Совсем по-другому Это смотрят И естественно Появление там Танцевальных шоу На телевидении Возможность доступа К интернету Это все Дает возможность Развиваться Соответственно Ну конечно Не такими темпами Как хотелось бы Развиваться Наша танцевальная культура Но она Идет вперед И слава богу Еще вопрос От этой же телезрительницы Как вы считаете У центра современного танца Алексис Сегодня в Мозере Есть конкуренты Среди танцевальных студий Такой провокационный Вопрос на самом деле Вы знаете Я не отношусь К своим коллегам Как к конкурентам Да Почему Потому что Мы занимаемся Одним и тем же делом На самом деле Вот И я не вижу Ничего плохого Что появляются Другие коллективы Это есть какой-то Вы знаете Стимул Да Какой-то стимул Конечно Когда у тебя Все хорошо Все прекрасно Ты один Ты расслабляешься У меня же и так Все прекрасно Зачем напрягаться А когда появляется Человек Который уже начинает А Тут уже Включается Немножко Другое Да Нет Поэтому Я отношусь Ко всем Очень хорошо Тем более Я могу сказать Что Большая часть Коллективов Которые Появились В нашем городе Это мои ученики Я за них Очень горд На самом деле Что они Не просто Скали Я сделаю Ай Все я сделаю Они пошли И сделали Вот Они пошли И сделали Значит В какой-то степени Может быть Что-то я для них И в свое время И дал Что у них Это получилось Поэтому Очень круто Когда много Танцевальных коллективов Когда-нибудь Мы сделаем Фестиваль Только Мозырьских коллективов И это будет Целое дневное шоу Вот это будет круто Еще есть вопрос Анастасия Спрашивает Планируется ли В этом году Традиционный Вечер встречи Выпускников Алексис И ежегодный Отчеты Концерт В мае Конечно же У нас всегда Это в планах Да Потому что Вернусь Там Несколько минут Раньше Когда задавали Вопросы Про сложности И так далее И про сознательность Когда расширение происходит То есть В теперешнее время То есть Многое приходится Планировать Для того Чтобы В большой массе Вот этих Проектов Не потеряться И не упустить Что-то То есть Ты начинаешь Планировать То есть У нас Естественно Всегда в планах Есть какие-то Мероприятия Там И По поводу Встречи выпускников И отчетные Майские концерты Всегда у нас Это в планах Есть Но Ситуация На сегодняшний день Не позволяет нам Сказать Будет это Далеко планировать Будет это Или нет Естественно Что касается Встречи выпускников Однозначно В этом году К сожалению Не будет К сожалению К огромному сожалению Этого не будет Потому что Многие ребята Приезжают Из других городов Это мне очень приятно Вот Наверное Для меня Это Гипер приятно Когда Ребята Приезжают Там На каникулы Заходят в гости И там И просто Поздороваться И я понимаю Что Какое-то место В их жизни Я все-таки Ну занимал И возможно Занимаю Какое-то место Мне это очень приятно Что они заходят Поэтому Встречи выпускников Это очень крутое Такое мероприятие Когда мы Видимся Когда мы общаемся И я понимаю Что ребята Там Может быть Не танцуют Но Все же Танцевальная культура Им дала Какой-то Толчок Чтобы они Развивались Там В своей сфере Вот Ну а Что касается Майского концерта Все наши группы Все наши педагоги Работают В штатном режиме Конечно В более напряженном Нежели раньше Но в штатном режиме И В случае Если у нас Будет возможность Сделать Отчетный концерт Мы его сделаем Вот Я думаю Что нам Будет интересно И всем нашим телезрителям Узнать Все-таки Как рождается У вас Новый номер Вот Это вот Как-то Озарение Приходит ночью Или пазл Слаживает Бог его знает Как это все рождает Все на самом деле Или может быть Музыку вы слышите Какую-то Есть номера Я могу однозначно сказать Что есть такие номера Которые я делаю Специально То есть У меня там Есть конкретная задача Сделать такой-то 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 номер И под это Я начинаю искать Там Музыкальный материал Я начинаю Продумывать хореографию Я подбираю артистов Которые будут этим заниматься Есть такие номера Которые я готовлю Специально Но бывают такие моменты Такие номера Точнее не бывают Но их большая часть Конечно номеров Когда оно рождается Вот так Вот Я не знаю Фильм Мультфильм Поездка Путешествие Велосипед Все может послужить Толчком Чтобы сделать Потому что Все-таки Танец Это то О чем я хочу рассказать Если в моей жизни Происходит что-то О чем я хочу рассказать Это переливается В танец То есть это Понимаете Я хочу Вот те эмоции Которые я испытал Хорошие А может быть Не всегда Хорошие эмоции Вот Ну конечно Про нехорошие эмоции Не хочется рассказывать Там Но я понимаю Что эти Не очень хорошие эмоции Можно Трансформировать В интересный номер Да В иные эмоции Которые Показывают Что допустим С этой плохой эмоцией Можно справиться Благодаря этому Да И то есть Рождается таким образом Танц Как правило Сколько времени От задумки До выхода на сцену По-разному Бывает по-разному Тут тоже Очень много факторов Допустим Если там Несложный номер Там Хореографический Лексический Да То это может быть Понимаете То есть Бывают такие моменты Когда нужно В стрессовой ситуации В Срочно придумать что-то Да В экстренном таком Можно и за вечер Сделать номер На самом деле Да То есть При условии Что Все есть Да Все пазлы есть И танцоры И там Музыка Материал Костюмы Все это есть Собрали Все сделаем Это возможно Это Есть Это было А бывают Такие номера Вот допустим Вот как у нас В этом году Получилась такая ситуация Вот с этой пандемией То есть Мы весь прошлый год Готовили программу Ну и эта программа Умерла Потому что Ну Она в течение года Готовилась И вот Вот эти все Проблемы Вот это состояние Непонимание Что будет завтра Привело к тому Что мы отошли От этой программы И ее больше не будет То есть Мы И я к ней не вернусь Хотя многие мои артисты Спрашивают Почему нет Все Все То есть Этап Значит пошли заново Делаем Все по-новому Вы работали Вам удалось поработать С иностранными хореографами В чем разница Вот в сравнении С С отечественными Другой менталитет На самом деле У них другое понимание Другие понятия Абсолютно другие понятия То что для нас Допустим Кажется Ну там Суперпростым Для них это нормально Или наоборот Для нас это кажется Суперсложным Они У них это суперпросто Да То есть у них Немножко другое отношение Но хотя Я вам хочу сказать Что в профессиональной сфере В профессиональной хореографии Ну мы Практически все мыслим Одинаково Да То есть мы Работаем В одинаковом режиме И практически Одинаково Оригинально думаем Вот потому что иногда Смотришь там шоу Да И думаешь Ёлки-палки Я же вчера об этом думал У меня уже Вот эта же картинка А ее уже показали По телевизору Она уже была Да То есть вот В профессиональной сфере Конечно да Но там в самодеятельности Там приезжая Там на классы Там или еще что-то Или там на какие-то мероприятия Понимаешь Что тут Ребенок Шаг вправо Шаг влево И тут бешеный восторг У всех зрителей И это круто А мы Допустим Я про Европу Сейчас говорю А для нас Это Что это Да То есть вот В нашем таком понимании Хотя Ребенок сделал шаг Ребенок вышел на сцену Ребенок топнул вправо Топнул влево Аллилуйя У него все это получилось Он переборол страх Он вышел на сцену Все родители в восторге Хореограф в восторге Все прекрасно Может быть и нам стоит В какой-то степени Но мы же Требователи Требователи У нас в нашей жизни Да Вспомните Со школьной скамьи От нас все время Чего-то требует К сожалению Время передачи Подход к концу Я вам задам последний вопрос Еще ничего не успели поговорить даже Мы еще раз вас пригласили Последний вопрос такой задам Может быть немножко философский Если бы была возможность Вернуть время вспять Стали бы вы заниматься танцами Абсолютно Ничего бы не поменяли Ничего не поменялось бы Абсолютно ничего не поменялось И я вам больше скажу Что тот путь Который сейчас у меня От начала моей Входа в танцевальную культуру И до сегодняшнего дня Я бы с радостью Наверное его прошел Так как и проходил бы сейчас Но может быть Чуть-чуть бы поменял Сторонние отношения А все остальное Ничего не принципиальное бы не поменялось Слава Богу Что вот этот путь мне дан И я его прошел Спасибо вам большое За интересное интервью И в конце передачи Мы всегда предоставляем слово Нашим гостям Может быть вы хотите поздравить Отметить ваших Пригласить А до этого что я делаю Я думаю сейчас Кажется Мы вам предлагаем спеть Спеть мы вам предложим Следующий программ Я пользуюсь случаем Конечно же я хочу Поздравить всех своих учеников Всех своих коллег Всех своих партнеров Всех своих людей Которые каким-то образом Вчера, сегодня и завтра Будут относиться К нашему коллективу Сказать вам огромное спасибо Что вы есть Что вы рядом Вас поздравить С нашим 22-летием И это только Наверное первая ступенечка Ну я каждый год говорю Конечно про это Что это первая ступенечка Но на самом деле Это какая-то определенная ступень И мы дальше вместе пойдем Поддержите друг другу Доверяйте друг другу Учитесь друг у друга Вот И самое важное И самое главное Это любите то что вы делаете Потому что без этого Наверное не будет ничего Спасибо вам большое Уважаемые телезрители Мы с вами увидимся На следующей неделе Всего вам доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин